В Саратове врачебный скандал. Пациент умер в стенах больницы, не проведя там и суток. Родственники не верят, что человек, который утром стоял на ногах, вечером скончался от скротичной болезни и винят врачей, что они вовремя не оказали ему необходимую помощь. В ситуации попыталась разобраться Юлия Шуишкина. Тамара Ганина теперь часто достает из шкафа рубашку, которая хранит родной запах. Ее вместе с другими вещами выдали женщине в первой городской больнице Саратова. Прилагалась и бумажка со страшной датой последнего дня жизни сына Ярослава. 16 августа утром 35-летний мужчина пожаловался на боли в животе. И с диагнозом обострения хронического панкреатита его увезла скорая помощь. По словам женщины, врачи о течении болезни отвечали уклончиво, но трагической развязки ничего не предвещало. Когда я их спрашивала, ухудшение связано с чем? Вы провели анализы? Вы провели консилиум врачей? Вы какое принимаете решение? То есть на это ответа не было. Бросали постоянно трубку. Жить будет. Жить будет. Ярослав не провел в стенах первой городской и суток, как оттуда позвонили и сообщили, что он умер. Мать уверена, что в смерти единственного сына виноваты медики. Не оказали помощь вовремя и отнеслись к лечению халатно. Вдова Анна приходила к мужу в больницу за несколько часов до того, как его перевели в реанимацию. Он на своих ногах, он улыбался, он смеялся. Не собирался он умирать. И я не собиралась его хранить. Врачи первой городской больницы уверяют, причина смерти Ярослава Ганина – панкреонекроз. Болезнь, приобретенная, развивается скоротечно. А спровоцировать обострение могло выпитое пациентом накануне госпитализации пива и съеденная жареная курица. Панкреонекроз может к летальному исходу привести и без предпосылок. У конкретного пациента для быстрого прогрессирования и были предпосылки. Это увеличенная печень, увеличенная селезенка. Гастрит у Ярослава был, подтверждают родственники. И он пил иногда таблетки. Но на здоровье особо не жаловался. Занимался спортом. Все дело в том, уверены в семье, что в то злополучное воскресенье в горбольнице номер один стояла суматоха. Готовились к приезду комиссии. Палаты мыли, терли, даже и посетителей пускали с ограничениями. Кроме того, у Анны Ганины есть подозрение, что ее мужа не спасли вовремя из-за банальной нехватки оборудования. Они выясняли, что у нас стезиолога должен быть катетер. Тот говорит, у нас рода его не было. Это у вас ищите. То есть я ему подхожу, я не знаю даже, кого зовут, но поняла, что речь идет о моем муже. Я говорю, он катетер, давайте я его куплю, схожу. Он мне скажите, какой, напишите, я сейчас бегаю быстро. Нет, у нас все есть, мы сейчас, короче, все решим. Мы сделали в любом случае все, что возможно. И занимались этим пациентом, ну, ведущие хирурги, самые опытные. К сожалению, бывают такие заболевания, ну, где вот не удалось спасти. Такой вывод сделала комиссия врачей, которые еще раз проверили обоснованность лечения. Хирургу и аниматологу медперсоналу вынесены выговоры и замечания. Тамара Ганина возмущена тем, что никого не уволили и собирается в суд, чтобы... Согласно уголовного кодекса, это первое. Обязательно наказали. Я буду обращаться во все инстанции. Я буду обращаться к губернатору. Я буду обращаться, уже обратилась в правоохранительные органы. Я буду обращаться в прокуратуру. Это редкий случай, когда люди берутся доказать вину врачей, говорит юрист Алексей Сусликов. За последние 12 лет через областной центр защиты прав потребителей прошли всего 4 таких дела. Причина – небогатая судебная практика и нехватка опытных юристов в этой сфере. А мало их, потому что пациенты пассивны в отстаивании своих прав. Но разорвать этот замкнутый круг можно. В целом мы советуем людям, то есть если у них случилась такая ситуация, то мы советуем изначально собирать все документы, все эти квитанции, все это должно быть. Если, значит, какие-то выписки там, сохраняйте все эти выписки. Почему? Потому что это даст вам право потом в последующем обращаться. И если вы все-таки решили обращаться, то дело надо доводить до конца. Не готовьтесь к быстрой победе, наверное. Но победу, у нас практика показывает такая, что победа возможна, возможно компенсации хорошие. Юристы советуют пациентам вести себя активно. Например, если не согласен с назначенным лечением, хотя бы написать руководству больницы заявление о своих опасениях. Возможно, тогда отношение врачей к пациентам изменится, и они поймут, что лечат, хотя и больного, но не бесправного человека. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.